Добрый день, дорогие друзья! Я рада вновь пригласить вас, отложив на время все бытовые, все деловые проблемы, поразмыслить вместе в виртуальном общении о сущности нашего современного бытия, разобраться в прошлом, чтобы найти себе место под солнцем настоящим и, как говорится, седьмого неба в будущем. И открывать для себя силу Божьей любви, Его мудрости и величие Его божественных планов для человека, для каждого из нас, и этим обогатить свой собственный внутренний мир, который определяет нашу с вами благословенную судьбу. Я продолжу пересказ проповеди нашего духовного наставника, богослова, пастора Святой Пресвитерианской Церкви, которая была прочитана после прочтения 6 главы. Боговдохновенной книги юбилеев. Эта книга юбилеев берет свое начало с истоков жизни на земле и с истоком создания этого мира. И каждые 50 лет идет как бы обзор того, что происходило за эти 50 лет. Я хотела сказать, что в нашем проповеди строится по вопросам верующих, учитывая их мнение. И пастор объясняет и отвечает на вопросы, и разрабатывает вот эти мнения, чтобы нам было понятно, чтобы они соответствовали Божьему Слову. И для того, чтобы и вы могли понять, о чем в этой главе идет речь, я прочитаю отрывок из этой Боговдохновенной книги. 28 юбилей Ной начал учить своих внуков всем постановлениям и заповедям Божьим, которые он знал, и закону Божьему, и дал свидетельство своим сыновьям, чтобы они делали справедливость и покрывали срамоту своего тела, прославляли того, кто сотворил их, и почитали отца и матерь, чтобы любили друг друга и ограждали свои души от всякого любодеяния и нечистоты, и от всякой несправедливости, ибо за эти три вины пришел на землю потоп. Именно за любодеяния, которым стражи во веки предписания, вопреки предписания их закона, блудили с дочерьми человеческими и взяли себе жен из всех, которые им понравились, они положили начало нечистоте, и их сыны стали разногласить друг с другом, и один пожирал другого, и сполин убивал человеческих, и один человек другого, чтобы делать неправду и проливать невинную кровь, и земля наполнилась нечестием, и за ними последовали все дикие звери и птицы, и что движется, и что ходит по земле, и пролилось много крови на земле. И все размышления и стремления людей было пустое и злое, и Господь истребил все с поверхности земли. Иной говорит своим сыновьям, и я, и вы, мои сыны, и все, что с нами вошло в ковчег, сохранилось целым. И вот я вижу прежде всего ваши дела, как вы ходите не в справедливости, ибо я вижу, что демоны начали обольщать вас и ваших сыновей. После прочтения этой главы одна наша верующая возмутилась духом. Ну, не всегда же люди были такими злыми, и откуда такая власть над человеком у зла? Пастор Абай начал свою проповедь. В книге Еноха описано более подробно зло до потопного мира. А в книге Юбилея это зло как бы подразумевается. Люди еще помнили это зло. Поэтому не детально описывалось оно. История началась с того, что Бог посылает ангелов, чтобы они были посредниками между Богом и людьми. Чтобы воспитывали человека делать правильный выбор между злом и добром. Или быть им с Богом, или с тем, кто ослушался Бога, сатаной, уничтожающей в человеке божественные качества добра и любви. А главное, что в этом выборе нет промежуточных зон. Нельзя отсидеться. Надо выбирать. Ангелы, посылаемые Богом в сотворенный мир, имели миссию стражей, то есть стражи. Эти стражи оберегали людей от грехов и обучали их праведности. В книге Юбилеев и в послании евреям Нового Завета считается, что Синайский закон, записанный Моисеем, дали людям ангелы. Но в Библии, которую мы с вами читаем, сказано, что Библию дал человеку кто? Сам Бог. Как это объяснить? Такое как бы разночтение появилось именно в межзаветный период. И надо было в этом разобраться. Надо бы нам в этом разобраться. Вот когда Израиль, межзаветный период, перестал быть независимым государством за свое отступление от Божьих заповедей в угоду языческих традиций, то Бог перестал давать Израилю пророков, которые воспитывали Божий народ, возрождали в нем праведность, которые говорили, что Бог гневается или Он радуется, чтобы прийти к Богу с покаянием. И вот перестали приходить пророки в Божий народ, и теперь Бог как бы перестал воспитывать свой народ, чтобы евреи сами учились вере через общение с другими народами. Вот так персы открыли для евреев ангельский мир. А философия греков научила их мыслить абстрактно. Греческие философы считали Бога трансцендентным. Что это значит? То есть Бог не может общаться напрямую с людьми, как и с тем физическим миром, который Он сотворил во плоти, в материи. Трансцендентность Трансцендентность или выходящие за пределы это философское понятие, означающее то, что принципиально недоступно опытному познанию, что выходит за пределы чувственного опыта человека, что находится как бы по ту сторону человеческого бытия. Это что? Религия и метафизика. Евреи, чтобы не уронить свое лицо в глазах умных греков, которые говорят, как это вам Бог все дает, как это Он ходит по земле, у вас Библия написана. Научившись философии, стали толковать писание Библии более углубленно. И слова, где Бог дает людям Библию, они объяснили так, что Бог послал к людям ангелов и через ангелов Он дал свой закон людям. И то, что если в Библии написано, как Бог ходил по земле, как Он общался с человеком, надо понимать подхождением ангелам, общением людей с ангелами. И здесь ангелы выступают в роли посредников между людьми и Богом. Также и в земной жизни царственные персоны нанимают обученных, умудренных опытом людей, чтобы они обучали их детей, которые, когда они войдут в совершенные лета, будут продолжать их царское дело. Еще раз я хотела напомнить из той главы, которой мы говорили раньше, что человек был создан царем в мире, который создал Бог. Так вот, пастор Абай говорит, что-то подобное есть и в шаманизме. Люди верили, что если они что-то плохое сотворили, то обязательно придет демон, который их накажет и заставит что-то сделать. И в древнегреческих и шумерских мифах упоминается, что к людям приходили боги, они вступали с женщинами в браки, и у них рождались дети-великаны. Книга юбилеев, она была записана на бумаге уже вот в этот межзаветный период. И она адаптирует Библию для понимания ее для людей, для человечества, находящихся, находящиеся в греческой цивилизации. И книга юбилеев пишет, что в этих мифах не Бог приходил к людям, в библейских мифах не Бог приходил к людям, а ангелы, которые люди сами принимали за богов. Этим евреи как бы понижают уровень религиозного мировоззрения других народов, спуская статус языческих богов до статуса ангелов. А ангелы – это существа, сотворенные богом. Мы иногда слышим, как кто-то рассказывает, что он видел во сне родителей, как они себя вели, что говорили. Вот в древности такое общение встречалось часто. И с ангелами говорили люди, и об этом открыто говорит книга юбилеев. А в современной жизни как-то часто образом доброго ангела служат людям их именно умершие близкие родители. вот этот образ принимают ангелы, чтобы что-то сказать, может быть. Вот. Да. Потому что если бы ночью явились ангелы, то люди бы не поняли, они бы не доверили, не поверили, что, ну, как сказать, этому какому-то сообщению. Наверное, так. Как пастор когда-то говорил нам. И в Библии мы видим, что хоть и изрека, но такие вещи происходят. И мы читаем в Библии к Валаму приходил ангел, и он с ним общался. Ну, а теперь вернемся к ангелам, которых Бог послал к допотопным людям. Согласно книге юбилеев и книге Еноха, ангелам-стражам понравились женщины. Это стало их проблемой, с которой им надо было справиться, находиться в послушании у Бога, но не все смогли справиться со своим желанием обладать ими. Ангелы – это духовные существа, существа из метафизического небесного мира, но у них есть способность на время обретать тела в физическом, земном, материальном мире. в греческом понимании Бог не может принимать физическое тело. Он творец материального мира, он не материален, а ангелы, так как сотворены, могут находиться в промежуточных формах. В небесном мире они бестелесны, а в физическом мире они могут явиться в теле. Вот такую способность им дал сам Бог. В физическом мире их тела подобны голограмме человеческого тела. Например, мы садимся в машину и едем. Едем, куда нам надо. В реальности ведь не мы едем, а нас везет автомобиль. Человек только использует машину, а когда она ему не нужна, машина стоит в гараже, и он уже без машины ведет себя как дома. То есть он себя не ассоциирует с машиной. И это происходит с ангелами, когда они на земле, то они ангелы-человеки, можно так сказать. И в своем ангельской мире они просто ангелы. Ангелы имели задачу передать человеку волю Бога. Они приходили на землю в свой срок, который определял им Бог. То есть они имели поручение прийти в земной мир, ангелы-человеками. И находясь в человеческом теле, они соблазнились женской красотой. Книга Иуды и второе послание Петра говорят, что они потеряли свое достоинство. Ангелы потеряли свое достоинство, ибо они нарушили повеление Бога тем, что имея физические тела будучи на служении, они не должны были жить жизнью человека. Когда ангел приходил к родителям Самсона, то его отец заподозрил свою жену в том, что она совершает с ангелом блуд. И он предупреждает ее, что это еще больше грех, чем бы она прелюбодействовала с мужчиной. И просит жену позвать его, когда к ней опять придет ангел. И вот к нему приходит ангел. Но отец Самсона продолжает сомневаться. Или это ангел, или это человек, тело-то его человеческое, или это вообще плохой ангел, который хочет обман переспать с его женой. И чтобы разрешить сомнения, он говорит ему, подожди, я тебя покормлю. И ангел ждет, когда тот приготовит еду, ждет долго, не уходит в свой духовный мир, пока ему не подадут мясо свежезарезанного ягненка. Отец Самсона приносит пищу в тарелки, как обычно людям, а ангел не ест ее, как человек, а приказывает вылить эту еду на камень. Отец Самсона вылил еду из плошки на камень, и ангел посылает огонь. Огонь поедает эту пищу, и после того, как сгорела пища, она перешла в духовный мир, сам ангел на этом огне поднялся и исчез. Тогда у отца Самсона уже не было сомнений, что к ним приходил настоящий ангел, посланник от Бога, но тут он испугался, а к добру ли он приходил, может быть, для того, чтобы лишить и с женой жизни, но жена его убедила, что к добру. Значит, ангел не должен жить жизнью человека, его физическое тело дано ему только для того, чтобы его в физическом мире видел человек, чтобы он не испугался и не говорил, что ему «Ой, это показалось мираж». Вот это противоречит другим библейским мифам, но Петр и Иуда говорят уверенно, что ангелы потеряли свое достоинство, когда вступили в любовную связь с женщинами. Не для человеческой жизни было дано им тело, а для того, чтобы, имея физическую голограмму своего тела, выполнить свою ангельскую миссию на земле. Ангелам Бог дает на время человеческую природу, но не дает желания войти к женщинам, к женщине, как ее муж. Но ангелы возлюбили женщину, они соблазнились их красотой и вступили с ней связь. И вот тогда они потеряли свое достоинство. И тут произошло смешение небесного и физического мира. От такого порочного брака не рождались обычные дети, а рождались исполины. Эти исполины были дикими. Они вначале съели всю пищу, и люди уже не могли их прокормить, а исполины требовали от людей еды. Это напоминает нам шумерские мифы, когда боги не захотели кормить мордука, которого признали старшим братом, и уговорили его сотворить людей, чтобы те обслуживали богов жертвоприношениями. исполины угнетали людей, стали поедать людей, животных, а потом стали воевать друг с другом за ресурсы, за зоны влияния. Вот эти падшие ангелы стали учить женщин колдовству согласно книге Еноха. Они учили людей смешивать семена растений друг с другом, скрещивать животных друг с другом, то есть они начали изменять генофонд Земли. По современной терминологии заниматься геноинженерией. А что мы читаем в Бытие? Бог сотворил каждое творение по его роду. У каждого творения был свой генофонд, чтобы каждое творение сохраняло свои свойства и суть. В книге Юбилеев мы читаем, что всякая плоть совратила свой путь. Это смешение генофонда и изменение своего характера данного ему Творцом. для чего падшие ангелы учили человека колдовству? Чтобы те меняли свойства животных, растений и таким образом увеличивалось подородие земли, поголовье скота, животных и этим нарушался порядок мироустройства, который был заложен в творении Богом на тот момент. Может быть, предположил один наш верующий, что динозавры и были продуктом такого колдовства, которых было много, которые были сытные, то есть это продукт колдовства, которому обучили людей ангелы. И был вопрос о том, но остались же исполины после потопа, например, Голиав. И пастор Абай говорит, что раввинские мифы или медраши говорят, что один исполин попросил Ноя сохранить ему жизнь, пообещал ему во всем помогать, и он был привязан снаружи ковчега. Этого в Библии нет, это нельзя проверить, но это объясняет библейские противоречия, откуда взялись исполины после потопа. Книга юбилеев как бы решает такие противоречия. Нарушение генофода, говорит пастор Абай, считается большим грехом допотопного общества. Об этом говорится в книге Еноха. Вот сегодня вопрос решается не через колдовство, а научным способом. Это колдовство пришло от ангела, а Бог хотел, чтобы человек сам своими усилиями добивался достаточно знаний, исследовал данный ему мир, чтобы его преобразовывать и сам стал увеличивать подородие земли, чтобы было припитание для людей. А в допотопной мире человек остался никчемной марионеткой в руках ангелов. И если бы он так оставался, он бы вообще не развивался, но не развивался как творческая личность. А ведь человек был сотворен как царь этого земного мира, чтобы ухаживать за этим миром, его оберегать от болезней. Так вот, эксперименты с генофодом вызывают этические проблемы прежде всего. Даже не проблемы с питанием или вредно или не вредно, а именно они вызывают этические проблемы. И в науке есть такое понятие, как загрязнение генофонда. Геномодифицированные продукты это не колдовские продукты, это научные разработки. И они сделаны для того, чтобы решать продовольственные проблемы, чтобы все люди были сыты. Так вот, этот древний мир из книги юбилеев не является определяющим в иудаизме, в христианстве, в мусульманстве. А проблема определяется только в том, на каком уровне нравственность примет эту, нравственность человека примет это. То есть главное, чтобы нравственность человека была соответственно его статусу, статусу царя. Ученые работают с генофондом, но геномодификация на животных плохо получается, лучше получается с растениями, но научная фантастика уже пророчествует о выращивании клонов для пересадки органов. И это опять вопрос нравственности, согласится ли человечество на это, общество или нет. И был вопрос, чем же были плохи дети исполинов. И пастор Абай говорит, это незаконорожденные жители земли. Они не были сотворены Богом. Они были сотворены по воле человека и ангелов. И их появление не было запланировано Богом. Поэтому Бог этих ангелов, которые соблазнились женщин и детей отверг из своего творения потопом. И был вопрос о магии. Пастор Абай говорит, магия была сильна в древности, потому что люди имели большой контакт с ангелами и достигали больших успехов в получении результата. Мы это видим по древним рисункам, например. Человек там, лошадь с головой человека и так далее. Вот магической силой пользовался Валаам. мы знаем. Пользовались и в Библии египетские жрецы. Когда Моисей пришел и перед фараоном бросил свой деревянный жезл, который тотчас превратился в змею, то и маги фараона тоже бросили палки и те превратили в змеи. Значит у них, у магов была магическая сила, и они могли изменить физический мир за счет магии, то есть за счет использования метафизических сил, нематериальных. Другое дело, что к шестому веку произошел кризис мифов, кризис мифологической религии. Бог решил и сделал так, чтобы эти магические силы ангела все меньше и меньше воздействовали на человека. «Когда магия упала в силе, то человек сильно расстроился и долгое время продолжал попытки возродить магию, как алхимики в средневековье, но их усилия были впустую и почти не приносили результата. Зато наука стала развиваться в таком бешеном темпе, и ее применение было настолько, настолько изменяло физический мир, что люди уже полностью отказались от магии». Общая идея о науке и магии одна. Она проявляется в том, чтобы преобразить этот мир, чтобы он служил на благо человеку. Только магия использует метафизические, не материальные силы, а силы слова, каких-то текстов магических, каких-то движений, ритуалов. Вот как в народе говорят силы заговоров. Я жила в русской сибирской деревне, и эта сила заговоров, она сильно была популярна. Вот. А наука, физические законы, физические законы и механизмы действия, вот, они поистину в реальности изменяли мир. И ими могли пользоваться в любое время, и любой человек, чтобы реализовать какие-то свои идеи. Давайте вспомним Ньютон. Он тоже был алхимиком, и он хотел создать золото из металлов, но он был великий ученый, к тому же он был и глубоко верующим человеком, он изучал Библию, иврит, и очень хотел найти даже не столько золота, сколько тайной силы, чтобы преобразить этот мир, но они ему не открылись. Поэтому человечество отказалось от магии, у которой есть сила, но она ослабла, она была слаба, чтобы реально воздействовать на существующие мировые процессы. Джордану Бруно был богословом, он верил в магию и был уверен, что сможет магически повлиять на физический мир. Бруно был Бруно Джордана Бруно Бруно монах, богослов, изучал магические герметические тексты и жил идеями алхимиков. Одержимость овладеть магией делала его нетерпимым в отношении других богословов. Он никогда не уживался с ними, постоянно менял место жительства, жил то в Англии, то в Германии, пока его не пригласил один итальянский богач, который надеялся, что Бруно толковый маг, чтобы тот его обогатил своим золотом, которого все нет и нет. Так вот, этот богач спонсировал труды ученого и алхимика и ждал результата изготовления золота из металла. Бруно уверил богача, что ему осталось совсем немного поработать и золото потечет рекой. Он очень верил в магию. Но проходило время и результатов не было. Тогда богач начал проявлять недовольствие и он засомневался в Бруно, который много обещает, ничего не делает. Он подумал, что тот вводит его за нос. Тогда Бруно вспылил, наговорил лишнего и богач сдал его римскому папе, как колдуна, за что его и сожгли на костре, но не как научного человека, а как мага, который использует дьявольскую силу, чтобы разбогатеть. Так вот, в герметизме есть языческое поклонение. Что такое герметизм? Герметизм это учение о высших законах природы. Сторонники герметизма считают, что в силу принципа аналогии понимания той или иной причиной связи может дополняться магическим воздействием на действительных собственных желаний агента тайного учения. Вот, надо было, так сказать, постараться и все у тебя получится. У Бруно были, извиняюсь, у Бруно были языческие верования в магию, при том, что он был священником, монахом, заканчивал богословские университеты, но жил идеями найти силу в магии. Вот так в средние века пытались воскресить магию, но ничего не получилось и все перешли к науке, а в науке строгие законы, что золото всегда будет золотом и металлы останутся металлами по закону бытия. Наука исследует законы бытия, где каждое семя должно жить по роду своему. И был вопрос о том, что стражи были ли падшими ангелами, которых Бог посылал на землю вместе с Люцифером. И пастор говорит, что ангелы, стражи были совершенными, они были полностью послушны Богу, иначе бы их Бог не послал в сотворенный ими земной мир как стражи. Их тело было чисто, а человеческое тело было заражено грехом, поэтому в их детях этот грех был увеличен, умножился, учитывая то, что у них было, у ангелов было больше их сил, у детей ангелов больше их сил совершать слов. Сами ангелы вступили на путь греха. И они, когда вступили на путь греха, они поделились своей магией и метафизической основой этого мира из человека, Библия говорит конкретно, что вся вселенная была создана словом Творца, силой одного слова. Бог создал мир слова. И как раз я сегодня прочитала первое послание Иоанна, и еще раз хотела бы это прочувствовать. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, как начало быть. В нем была сила, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, и он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. Мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. И словом во плоти был Иисус Христос. Ну, это не от первого послания Иоанна, это Евангелие от Иоанна. Вот. И я продолжаю читать дальше это Евангелие от Иоанна. И Иисус осуществил план спасения человека. Вот. Но это я продолжаю не читать, а размышлять над тем, что я сейчас прочитала, что Иисус осуществил план спасения человека. Ну, от чего? Вот. От греха. От греха, от которого человек не мог избавиться. Этот грех преследовал его, и он, этот грех лишал жизни его, вечности, вечности его Творца. пастор Абай нам предложил подумать, почему Бог ограничил грех, сказав, что человек будет жить не более 120 лет, и его физическая сила и здоровье уменьшится. и потому было сделано это, чтобы уменьшилось то зло, которое человек делает, чтобы у него не было силы совершать большое зло. Исполины они могли совершать больше, чем большее зло, чем обычный человек. Они могли, конечно, совершать и добро, но они настроены были совершать именно зло. Когда человек теряет силы, то уменьшается его способность грешить. Иногда, когда мы болеем, мы гораздо меньше грешим и думаем грешно. Гораздо не творим зло, когда мы болеем. То есть это тоже какая-то вот в этом тоже есть что-то, что нас успокаивает. Успокаивает, что перед Богом мы как бы очищаемся. Вот. Иногда, говорит пастор Абай, мы думаем, что мы маленькие люди, ну, и совершаем маленькие грехи. Ну, за что нас наказывать? А дело в том, что мы совершаем маленькие грехи только потому, что мы сами маленькие. И если бы мы стали большими, то совершали бы космические грехи. Мы должны понимать, что любой грех в глазах Бога грех космический. Вот. Я хотела бы вспомнить, когда мы ездили с нашим товарищем, с другом, соседом по гаражу, и мы его возили в Германию и решили заехать в нашу капеллу, где мы с Роней обычно молились, и он был недоволен. И я тогда спросила у этого человека, как же его зовут, забыла. Вот. Я спросила, что, как он думает, когда он после смерти войдет в Божье Царство, его примет Бог? И он сказал мне так уверенно, конечно, он примет Бог. Его примет Бог. Почему ты думаешь, что тебя примет Бог? Он говорит, потому что я добрый, я не совершаю греха, я не совершаю зло, я живу праведно. Вот. Я говорю, тогда получается, что тебе Иисус незачем, который искупил нас от греха, не нужен. Он сказал, подумал и сказал, нет, не нужен. Ну, я закончила, говорю, а нам с Роней очень нужен, потому что даже когда мы не совершаем зло, но не совершаем добро, это тоже грех. Когда мы не любим Бога больше, чем этот мир, это тоже один грех. Мы должны понимать, говорит пастор Абай, что любой грех, я повторяю, любой грех в глазах Бога, грех космический. Ну, вот примеры. Возьмите человека с властью и человека без власти. Когда у человека есть власть, то его желание имеет более разрушительную силу, чем у того человека, у которого этой власти нет. Почему люди любят власть? Потому что их способности что-то совершать увеличиваются. И, к сожалению, они эти способности направляют часто во зло, потому что они слабы духовно. Физически эти люди остаются таким же, какие и все. Но когда они имеют власть, то они могут сделать больше, чем обычные люди. Власть удесятеряет силу греха и в тысячу раз увеличивает его способность грешить. Поэтому Бог и говорит, что нам надо признать за собой грех и начать борьбу с ним. Вот пастор Рабай говорил, что читал лекции по литературе и привел такой пример, который говорил о том, как две сестры полюбили одного человека и вот этот ну не полюбили обе всей душой, всем сердцем. А человек то один, который больше любил мальчишу сестру, а у старшей была государственная власть и она сделала донос на этого человека и в результате погублены две жизни. Или еще один пример. Один человек приспокойно жарил шашлык во дворе своего дома, а другой просто из зависти пришел и расстрелял его. То есть наличие оружия дало человеку привести в исполнение свой временный эмоциональный порыв. А если у него не было бы автомата, то он бы позлился, позлился, успокоился и подумал. Ну, подумаешь, соседом поругался. Но если в это время у него попалось бы, попадается оружие, это убийство, то это уже не подумаешь соседом поругаться, это уже убийство. Если бы сохранили, если бы Бог сохранил исполинов, пускай себе живут, грешат, то как тогда бы развивалось человечество? Оно бы не смогло использовать свой свободный выбор. Этот выбор дан ему Богом, не ангелом, а человеку. И вот поэтому Бог истребил исполинов, уменьшил жизнь человека, чтобы уменьшился его грех, чтобы у человека был шанс победить зло в себе и ограничить зло, которое приходит извне. Ведь управлять своими желаниями Исполину было не нужно, он и так получал все, что хотел. 20 век показал, что мы с вами вернулись в допотопный период, когда появилось оружие массового уничтожения, и один человек может совершить катастрофическое зло. Ужасы Первой и Второй мировой войны показали этот космический грех. Теперь человек может полностью уничтожить жизнь на земле, поэтому вопросы нравственности, морали снова стали очень актуальными и важными. Бог не посылает на нас потопа, Он говорит, что Он уже не будет нас воспитывать потопом, что мы должны своим умом понимать и решать свои вопросы на уровне морали, а верующий строить отношения между собой по заповеди Христа о любви, чтобы человечеству не уничтожить самое себя, то есть не допустить, чтобы человечество совершило этот космический грех. Государство пытается ограничить наличие оружия у населения, иначе наличие оружия увеличивает реализацию грешных желаний обычных людей. В США, например, единственная страна, где было прописано в Конституции, что каждый имеет право носить оружие, это особенная страна, которая признает ношение оружия признаком свободы. Теперь мы должны задуматься, как мы живем, как воспитываем наших детей, и помоги нам Господь понимать важность греха, его, это зло, которое мы совершаем перед Богом и бороться с Ним. И благодарим Господа, Отца Небесного, за Сына, Его Единородного, нашего Господа, который искупил человека от греха и искупил его каждого из нас. Нам осталось принять эту благодать верою, ибо наша вера божественна.